Здарова, заебал! Расскажу про свой опыт использования сервисов по генерации 3D моделек из промптов. То есть при помощи машинного обучения вводим текст, скидываем картинку, получаем 3D модельку, мешик полигональный, дам какое-то субъективное сравнение нескольких сервисов, которые я попробовал. Вот, в три из них я закинул денег, в парочку я не стал закидывать, потому что результат мне не понравился, еще парочку я даже не сохранил во вкладке, но ничего страшного. Вот, значит, да, покажу сравнение, опишу функционал, как я его понял, и вначале дам, наверное, короткое резюме, что ли, вот свой личный вывод, что сейчас еще это не похоже как по качеству, результат не похож по качеству на то, что делают 3D художники, это точно, только если с точки зрения концепта, вот с точки зрения самих моделек, это еще далековато, значит, но именно вот поконцептить, посмешивать разные сущности, какие-то сценарии, чтобы закинуть на задники, или чтобы распечатать на 3D принтере какую-нибудь миниатюрку, это вот уже круто, наверное, так, вот, или обмоделить, это вот тоже, я, например, моделер посредственный, но взять какую-то готовую модель, и обмоделить для меня не очень сложно было бы, только время, хотя мне это много времени занимает, вот, но тем не менее, в общем, два сервиса, которые мне понравились больше, чем остальные, это 3D AI Studio и Mesh AI, в общем, перейду к этому резюме, в 3D AI Studio как будто бы качество генерации в среднем мне понравилось больше, но в Mesh AI мне понравилось намного больше наличие социалочки, здесь проводится такой скетчфаб, инстаграм стиль, можно получать лайки, вот у меня тут фолловеры, где-то ачивки, my profile, это все, конечно же, вот, я сохранил чужие модельки, мне тут поддавали ачивок, их можно покрутить, нет, крутить мышкой нельзя, ну, суть такова, вот, что если в среднем про них также говорить, это то, что по полигонажу, по поликаунту проблем вроде как нету, есть встроенные тулы, чтобы заредюсить поликаунт, да, примерно нужного, то есть генерируем там 100к поликов, там нажимаем кнопку, получаем, там, геймдев именно по поликаунту осет, по UV-шкам, тут я парочку открыл, в целом чаще всего это какие-то наборы островков равномерные, но бывают, бывает по-разному, вот здесь вот, например, видно, что это не очень классная UV-шка, ну, то есть она рабочая, компрессия не сильно, наверное, побьет, есть гэп, но, конечно же, если мы, например, захотим этому чебурашке сделать текстуру, там, 256 на 256, потом при фильтрации, при компрессной текстуре, ну, начнет, вот, что это, будет какая-нибудь полоска на каких-то девайсах синяя наружу просвечивать, это, в общем-то, я объясняю, почему такая UV-шка это не фонтан, но, в общем-то, окей, it's окей, вот, такие бывают тоже UV-шки как-то более здорового человека, и вообще про гуманоидов, хочу сказать, что вот гуманоидов, как будто бы, и вот персонажей их, наверное, сложнее модели, чем камушки, и в этом смысле сервисы, они как будто сейчас получше заточены, то есть, вот, сгенерить персонаж в какую-то игру, в каком-то стиле таком, так, средненьком, по визуалу, как будто уже можно, и даже заригать в этих сервисах, там тоже есть артефакты, покажу, вот, бывает, что там, вот этот кабуран, например, прилипнет к кости перчатки, там, все такое, но, в общем-то, эти проблемы решаются просто перенажиманием одной и той же кнопки N-раз и двиганием параметров. Так, что дальше, про материалы. Про материалы, большая часть по дефолту использует просто генерацию одной диффузки, то есть картинки. ПБР-наборы я пробовал генерировать, получался кринж, то есть материалы распознавались средне, оно там как-то не очень работало, и генерация именно набора текстур, чтобы это прям был такой четенький ПБР, я не смог нащупать, чтобы оно хорошо работало, но смог нащупать, когда оно работало плохо, поэтому я про это особо не буду показывать ПБР. Вот, из картинок, когда есть классный концепт, вот бывает вообще сок, вот, чел закинул картинку, это не мой промп, и получилось, ну, прямо распечатывай, раскрашивай фигурку, но из-за текста, в общем-то, раз на раз бывает круто. То есть, если мы заходим на стартовую страницу, конечно же, там будет все в огне, но если мы решаем, вот, я решал свои конкретные задачи, я вот хочу под конкретный сеттинг сгенерировать тупо бампер, но чтобы он был там бампер, как у бульдозера, или как у этого, там, расчистителя снега, и вот тут уже начинаются, конечно, нюансы. Если хочется именно конкретных пропсов писать, сделать конкретный, там, прицеп какой-то, опять же, бывают проблемы, что вместо идеального шара, идеального круга, он начинает как скульпт. Вот я часто с ним сталкивался, получается, вот, где-то у меня тут были колеса, демонстрация этого эффекта. Ну, от колес мы ожидаем не вот такую форму, а другую форму, более круглую. Но это, ладно, в принципе, кружочки тоже генерируются, сейчас тоже покажу. Ну, вот руль, например, более круглый, что ли, для него это не так критично. Вот здесь он вообще получился, что-то типа шара идеального. В общем, это все раз на раз. Что еще про риггинг, да? Про риггинг, он без АИшки, скорее всего. Скорее всего, генерация UV-шек тоже без АИшки. Наверное, из того, что вкратце сказать, так, косяки геометрии, да, бывают, косяки, когда что-то там... Ну, условно, я сейчас наугад, наверное, не попаду. Но часто бывает, что вот, допустим, у нас кобура, это чебурашка, такого представили мне чебурашку. И вот просто прилипшая геометрия, как будто она воксельно как-то сделана. Вот, часто бывает, что спереди текстура хороша, а сзади, например, никакая. Ну, то есть, то же самое или что-то такое. Вот, бывают такие часто вещи, то есть, что это... Бывает в этой диффузке впеченное освещение тоже очень часто, если генерировать с одной диффузкой. Значит, то, что не ПБР, нарисованные блики. Так, сейчас пометочки свои посмотрю. Поликаунт не проблема. Есть, да, обзор конкретно функционала сейчас чуть попозже. По стоимости. По стоимости сделал небольшую сводку трех основных, которые мне понравились больше всего. В общем-то, подписки есть разные, но для ориентира 20 долларов в месяц, 14, там, у Дженни 10, если с ватермаркой, и 30, если обычная лицензия. С ватермаркой и без прав использования, что ли, коммерческие, что-то такое. В общем, получается, что где-то полдоллара, то есть 50 рублей российских за промпт. Плюс-минус. Хотя, тут это все грубо, но, типа, для сравнения с тем, что, вот, есть все время вариант зайти на площадки и найти просто асетпаки, там, за 15 долларов, типа, полностью, там, пропсы. Вот, и можно прикинуть. Когда это окупается, а когда нет. Когда можно найти, там, бампер, а когда и купить его просто за 5 баксов, уже промоделен и просто сосочку. Или нет. Или когда надо потратить, там, 20 промптов, чтобы перейти, вот, перелопатить этот контент. Но, тем не менее, я считаю, что, так, для концептов, это прям супер топ. То есть, этим уже можно пользоваться. Вот. Даже не обязательно оцелить на то, чтобы получить конечный контент. Начну, наверное, обзор с, вот, кратко по функционалу, значит, Mesh.ai. Что здесь есть? Text 3D. Нажимаем. Вот наша валюта. Мы там купили подписку. Вводим промпт. Выбираем, будет ли один diffuse или будет PBR набор. PBR набор, в общем-то, ух, сейчас бы найти где-то что-то с ним. Чтобы не быть голословным. Ну, ладно, чтобы не растягивать время записи, я, наверное, пока что не буду. Если так найду, то вернусь к этому. Вот, значит, выбираем target polycount, который можно потом заредюсить. Топология квадрит-треугольники мне особо не показалось, чтобы результаты ролял, но окей. В общем, сперва, когда мы генерим, получается 4, набора, 4 модельки на выбор, и потом, в общем, это стоит где-то там 35 рублей, 35 центов, то есть, и потом мы нажимаем что за 10 рублей затекстурировать. Ну, вот как-то так. То есть, мы можем много раз, например, вот последнее, что я делал, это щит, пленовый лист. Значит, бац, нажали несколько раз с разными промтами, и потом кого-то затекстурировали, кто понравился. Это, в принципе, прикольно. Вот этот щит мне, например, прям понравился. Такой изящный. Хотя нету ручки, но это ладно, где-то есть, где-то нету. Вот. Это значит, базовый функционал. Вот такие вот вещи случаются часто, да, что на оборотной стороне как-то уже не классно. Вот с ручкой. По-моему, тоже с ручкой. Да, эти сервисы еще, особенно Меши, виснут, вешают браузер, приходится убивать вкладку, но, в общем-то, ладно. Простим. Я нормально к такому отношусь. Если вы много моделек там грузите, вертите, ну, где-то сели в лужу. Значит, да, есть текст в 3D. Если мы генерируем ну, всякие фичи просмотришка такие базовые, это хайконки, получается. Если мы генерируем человечка, например, ну, и не только человечка, мы можем его заанимировать. Значит, здесь есть 2 пресета, и мы просто расставляем так вес, рост, а не рост, а, да, рост и влево-вправо, повернуть, и просто расставляем кости, то есть, это что-то уже без машин лернинга, скорее всего, просто попытка, я думаю, каким-то кодом это зарегать. в целом получается адекватно, для гуманоида я пробовал только, но, например, вот, здесь у пацана поехала рука, вот, потянуло, потянуло, в целом, такие вещи решаются перегенерацией, перегенерацией риггинга, то есть, туда-сюда, и, в общем-то, оно встает на месте, на место, вот, потянулось, значит, по лицам есть вопросы, я тут уже генерировал в очках, в бандане, потому что лица, если это какие-то мультяшки, хорошо, а, в остальном у меня часто получалось, что лица поехавшие жестко, вот, но это я уже в сравнении конкретных моделек наверно покажу, так, что есть еще, значит, из функционала такого основного, есть картинка в модельку, скармливаем картинку, вот, я рисуночек скормил, вот, это хороший пример, то есть, и ребята генерируют, если смотреть в комьюнити, там классные вещи, вот, медведь с полотенцем, ну, good enough, вот, мне нравится, например, тут есть парень, книга, кто-то сгенерировал, вот, букмен, классно, так, есть еще функционал AI Texturing, скормить свою модельку уже с разверткой и на генерии текстур, в общем-то, мне показалось, что это нормально работает, вот здесь видно, что там с металлической, по-моему, проблемы какие-то, ее многовато, или, или что, сейчас, автор отейт уберем, что-то бликует по жести, да, вот здесь получше, наверное, там металлический все-таки, значит, бесячий функционал поворота света, в общем-то, вот я, например, скачал откуда-то или сделал какой-то ковш, закинул сюда и получил там несколько на выбор, но это я каждый раз, по-моему, генерировал, ну, прикольно, вот это, мне кажется, уже готовая моделька выглядит неплохо, более-менее, особенно на прототип, там, приятнее, чем ничего, если мы какие-то формы накидываем, какой-то блокинг происходит, есть также функционал AI Smart Healing, coming soon, это, это прикольная фича, в общем, там суть такова, что мы кусок модели обводим, типа вот так вот, пишем, что мы хотели бы там видеть, и, по-моему, prompt будет здесь, и он только этот кусок на текстуре перегенеривает, вот, ну вот, получилось так себе в этот раз, по-моему, раньше был здесь prompt, в общем, да, эти сервисы, это, надо учитывать, что обзор происходит 15 сентября 24-го года, вещи в этой, в этих тулах сейчас меняются быстро, функционал появляется, что-то рефатчится, есть также генерация тексту воксель, в общем-то, вот, я его не стал особо использовать, потому что мне вокселе сейчас не очень интересно было, но он работает, это прикольно, с этим можно играться тоже, вот, самурай на крыше, адекватный результат, мне кажется, что-то на языке искусства, вот, таков будет краткий обзор, наверное, на Меши, на его функционал, есть коллекции, есть там лайки, вот этот сервис, именно социальный, можно смотреть каких-то персонажей, иметь ввиду людей, кто что-то сделал, вот, на этом, думаю, я ничего не упустил, что хотел сказать, перейдем ко второму сервису, 3D AI Studio, он, в общем-то, в гугле, его чаще рекомендует, я пару страниц в гугла на эту тему посмотрел, почитал, пока искал, когда мне интерес возник, посмотреть, как оно сейчас работает, вот, здесь есть тоже картинка в модельку, есть текст в модельку, вот, негатив пром тоже есть, и там, там, по-моему, texture AI здесь работает иначе, в общем-то, мне показалось, что это странная очень тулла, потому что она не текстурировала по развертке, когда я ей скормил ковш, а на нем рисовала, как бы, с projection, и, сейчас я на соседнем экране, наверное, попробую найти, пупу-пупу, результат, или даже я попробую найти его в телеге, сейчас, save as, в общем, я засунул ковш сюда, нажал, сделай мне что-нибудь, и он просто этот ковш обрисовал и сделал концепт, то есть, он не сделал текстурирование ковша, ну, окей, в общем-то, возможно, я еще не разобрался с этой тулой, но как-то все не очевидно здесь, по тексту в 3D оно работает несколько иначе, оно сразу выдает один результат, не так, как в меше там несколько, потом ты текстурируешь, но этот результат часто мне показался более классным, более таким, как будто бы, вот субъективно, когда меше тренили скармливали еще много мусора, а тут, как будто, контента, фильтрация лучше прошла, потому что используют для обучения, но, это все гипотеза, вот, значит, далее, Luma.ai, это третий сервис из тройки, которые мне более-менее понравились, и он попал в эту тройку, потому что он выдал ассеты, которые мне показались близки к геймдев, вот, Props Ready, вот это мне показалось очень достойным, под запросы по, вот, бампер, ковш, что, и, по полигонажу, там, в 2-3 тысячи где-то это закинулось, и по текстуре мне показалось, что это ничего себе адекватно, вот, и пару таких ковшов получилось генерировать, вот, и руль в целом неплохой получилось, но, тут, кроме того, что я сейчас показал, остальное, все, что я генерировал, получалось, ну, так себе, что даже не хотелось в этом сервисе прямо задерживаться, здесь принцип работы такой, что, когда мы делаем генерацию, он выдает тоже 4 версии, но очень лоу такие полные, лоу квалити по текстуре, по полигонажу, кстати, я не проверял, где здесь, в общем-то, в ювере нет такого, но, в общем, здесь алгоритм работы такой, что мы генерируем, и потом находим что-то, что нам нравится, и нажимаем кнопку сделать high-res, ну, здесь уже просмотреть high-res, потому что она сделана одна, а здесь вот make high-res, и потом он делает high-res версию, и, наверное, основной минус, который мне показалось здесь есть, это время генерации этого high-res, потому что он висит ну, 5 минут, наверное, где-то так, может, там, плюс-минус, то есть сервисы вообще эти побыстрее предыдущие это генерируют, вот, ну, как есть, но очень много генераций было, когда результат прямо неприемлемый, особенно с персонажами не получалось получить что-то достойное, вот, сервисы, которые я сейчас скажу в двух словах и закрою, чтобы о них больше не говорить, значит, Masterpiece X, тут, в общем-то, я сделал серию генераций, и просто получал по каждому запросу совершенный мусор, типа, вместо бампера какой-то этот, шлем из стандартных ассетов, вместо бампером я была проблемная генерация, но тем не менее, ну что это такое, это, не здорово, там, рули какие-то, ну что это, sci-fi руль, в общем, я оказался очень недоволен и перестал пытаться, вот, значит, вот, он, значит, я говорю, сделаю чебурашку, он свиньюку это сделал, и, более того, Paint Prompt, он заенханчивал, в общем, строку, вот, значит, это сервис мне показался никаким, кстати, и вот даже в превьюшках видно, что, ну, как-то не фонтан какой-то, то есть, если в превьюшке мешем открываем комьюнити, и тут, в целом, впечатление какое-то положительное происходит, ого, где-то я не видел ничего, а, по картинке, вот, по картинке часто, вот, что-то за что-то цепляется взгляд, открываешь, а это картинка, по картинке сгенерировано, вот, значит, да, MasterPix, MasterPix, забыли, вот, еще слой, я натыкался на рекламу, но не смог разобраться, именно, можно ли здесь решить задачу текст в меш, но нашел здесь очень много путей, как попасть на экран, где мы конструктором таким орудуем, как будто бы преддефайненом, и здесь они называют AI, потому что этим конструктором можно пользоваться через AI-промт, типа, сделай мне 10 турбин, и он, в общем, этим конструктором уже начинает орудовать, в общем, мне показалось, что это скам, а не генерация AI, но вот, тоже показываю, что есть такое, потому что, может быть, это будет полезно кому-то, сгенерить каких-то специальных танчиков, самолетиков, мебель какую-то, вот, значит, наверное, базовый обзор функционала произошел, теперь покажу на примерах, на примерах, значит, начинал я с попытки сгенерировать прицеп и бампер для джипа, значит, с прицепом не задалось более-менее нигде, но я понял, что, наверное, для меня это сложновато, сейчас будет и для, для нас, для меня, и для машинного обучения получить прям, что надо, поэтому я перешел к более простым, а вот по бамперам, значит, показал бампера, которые мне прям показались, аттачменты, нечеток, и вот в целом умешиваем вот такой бампер, это я обводил, что стиль Mad Max, довольно прикольно, что здесь как-то он шины вписал, такой гранж, и довольно быстро понял, что я хочу бампер, пока я менял промпт, и, в общем-то, выдал какие-то бампера, то есть, я считаю, что результат, не хочется такие бампера использовать, все-таки, если говорить, что есть какая-то тачка, у нее есть какой-то стиль, то, чтобы этот стиль сохранить, тут, в этом случае есть возможность просто замоделить, вот, но все равно это любопытно, вот, и второй сервис, 3di studio, он выдавал, ну, какие-то такие бампера, это вообще не бампер, по-моему, ну, написано бампер, но нет, довольно часто происходило, что из-за слов бульдозера, так понял, он выдает полную тачку, и, причем, в обоих сервисах он выдавал полные тачки, из-за слов MadMax, может быть, еще что-то такое, то есть, вот здесь промпт, там, фронт аттачмент, а он выдает тачку, а не фронт аттачмент, но можно понять, собственно, вот тоже, то ли тачка, то ли кусок тачки, какой-то гомункул получается, вот тоже такой же, после бампера я начал генерировать рули, 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 здесь один руль, в общем-то, вот с таким рулем, ну, непонятно, что делать, то есть, в игру его, вроде как, не засунешь, то есть, тут какое-то потекшее освещение, какой-то, как будто бы, эмиссив, но это все в диффузке, что делать с этими экранами, то есть, сомнительно, сомнительно, можно, если этот руль не видно ниоткуда, если все время вид, например, из-за корпуса, что, ты там видишь, что он там есть, и он вроде как промодельный, вот на такой сценарий, в принципе, можно даже и такой руль, если у него поликаун срезать и засунуть, вот, значит, здесь я побольше рулей погенерировал в 3D AI Studio, это в целом, я пытался хоть что-то получить, что мне нравится, но, как по мне, это было довольно однотипно, но тут тоже, на все надо делать скидку, что с промтами надо учиться работать, то есть, подглядывать, как выглядят промты на моделях, которые выглядят топово, и копировать, там люди пишут Hi-Res 4K Ultra, вот, такие всякие слова, так, почему-то здесь нельзя посмотреть, ну, не суть, в общем, вот здесь видно, что эти рули однотипные, но сейчас я бы списал, что, наверное, промты такие, вот, есть руль, в принципе, вот этот ничего тоже, ну, тоже, кстати, часто какие-то надписи протекают, то есть, из, видимо, тренировочных данных появляются какие-то надписи, вот, что дальше показать, наверное, по статике, более-менее, щиты, ну, щиты даже можно открывать, вот, запрос простой, и сразу видно, что, понятно, что хочется, и оно более-менее получается, как надо, ну, а, все, браузер, нет, не завис, вот, кленовый щит, кленовый лист, щит, и тут тоже, вот, иллюстрация того, что, ну, сколько стоит этот щит, да, то есть, он стоит не 50 центов, наверное, а стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть, там, ну, типа, 3-5 баксов, наверное, и плюс еще какое-то время, чтобы его доделать, но это так, это занудство, и это одна диффузка, причем, скорее всего, с печенным, сейчас мы скачаем просто, по приколу, с печенной, вот этой, с белизной, то есть, что с ней делать, как если это не концепт, а реальный осет, ну, да, вот мы открыли эту диффузку, вот эта белизна, это на самом деле, печенный свет, ну, то есть, нарисованный, это, как бы, засунем в Unreal, и сразу, будет, так называемый, эффект cringe, cringe, вот, ну, это, да, здесь я столько генерации не потратил, наверное, можно было что-то сделать, но, в общем-то, на этом моменте, это уже вчера развлекался, или когда, позавчера, наверное, на этом моменте, у меня кончились генерации, что еще показать, сравнение, да, шарика, тут я подсмотрел, человек сделал персонажа, я взял его идею, попытаться сгенерировать голову, без, там, глаз, волос, носа, ушей, facial features, только рот, вот, и, в общем-то, вот, Меша и Айк справилась, как мне кажется, довольно креативный такой персонаж, хотя, в другой раз, глаза все-таки оставил, но такой получился тоже креативный персонаж, как по мне, это я подсмотрел, в, вот, вот такой, у этого парня, или, девушки, вот, и тут, что могу показать, например, вот эта попытка была с PBR, и я явно указал, что это бетон, concrete, и что это такое, это не бетон, ребята, это что-то не бетонное, вот, и тоже иллюстрация, что в 3Di Studio, ну, вот часто можно увидеть, что-то прям прикольное, вот, в смысле, такой плавности, детализации, что это не просто какой-то налепок, а, что-то такое, вот, качественно выглядящее, хотя, опять же, здесь, светятся глаза, вот эти линии, ну, то есть, тут есть к чему придираться, это можно не очень быстро сделать, вот, и на Genie, в общем-то, вот, часто очень, первые два сервиса выдают что-то адекватное, а здесь получается что-то такое, ну, да, это конкрет, это бетон, но, что это за моделька, вот, также, вот, Боба Фетт на скейте, ну, это не скейт, это сноуборд, но, опять же, что за поза, по персонажам на этом Genie еще рановато тут, видимо, для персонажа что-то специальное делали, про Боба Фетта, например, 3Di Studio выдал адекватный, да, это скейт, он еще в такой позе, в динамичный, хотя, конечно, по текстурам, да, ну, он поплывший, даже геометрия поплывшая, вот, обмешивая, я не помню, какой там Боба Фетта на скейте, а, ну, простой, он простой, но, тем не менее, он качественный довольно сделан, то есть, это скейт, он такой, как будто это можно распечатывать, как-то усилить модель, чтобы колеса не оторвались, и распечатывать, но вот такое происходит часто, пока что у меня, на спине нарисовано, как бы лицо получается, так, Рик Огурчик, я просто, что вижу, пытаюсь сравнивать, Меши Ай, довольно креативно, это персонаж, из мультика, Рик и Морти, вот, здесь он, Рик Огурчик, дает, на мультяшных персонажах, прям, фэшл экспрешн, такой, прикольный получился, вот, в общем, несколько огурчиков, огурчик, улитка, в общем, тут лайк, наверное, Меши, ну, сравнение, все время, супер субъективное, потому что, разное количество генераций, конечно, но, я надеюсь, что это, какую-то общую картину, даст, что, если серьезно пытаться, улучшать промпты, улучшать результат, то, как будто бы, надо несколько сервисов, использовать, я вот для себя такой вывод, пока что, сделал, и, в разных случаях, какой-то сервис, может дать больше, на том же промпте, наверное, так, вот, например, Cyberpunk, Крокодил, я пытался сгенерировать, и, вот, этот сервис, 3D Studio, он, в общем-то, в принципе, смог распознать запрос, хотя бы, просто, вот, распознать, что я хотел, например, Меши тот же, который мне больше нравится, он не смог даже, не смог, выдать ничего адекватного, я удалил, что ли, эти генерации, я их не текстурировал, там, не текстурированные, не попадают, по-моему, в, в, в тот список, это вот, как выглядит, что часть из них будет, не тем, чем нужно, какой-то угадает, и, это прикольно, что он по 4 их дает, сейчас, попробую найти, ну, вот, Cyberpunk, Крокодил, сколько у меня было, 2, это везде просто, крокодил, то есть, даже не хотелось, текстурировать, потому что, нету никаких, фичерсов, только, ну, что это, что-то, чуть-чуть совсем маленькое, вот, я так говорю, имплант, девайс, сайфай, но, к сожалению, по имплантам, по девайсам, что-то, хотя, вот, я пропустил, наверное, одного, просто посмотрим, сейчас, как он будет выглядеть, то, что здесь, но здесь тоже, не совсем, честное сравнение, то, что здесь сразу, текстуру дает, и сразу, получается, осмотр происходит, с текстурой, ну, вот, сейчас осмотрим, одного, товарища, так, пока он генерируется, турбины, мосты, так, вот так, как мне кажется, часто, что, видно, что это, такой, не очень аккуратный, какой-то, как скульпт, это, во всех сервисах, такое бывает, вот, рик огурчик, из, как раз, дженни, то есть, никак, в принципе, в принципе, никак, чебурашка тоже, такой, такой себе, вот, этот сервис, я, наверное, уже закрою, вот, Петр Первый, на мотоцикле, будет следующее, что мы будем смотреть, тоже, нет лица, нет, видимо, нет какой-то специальной заточки, под персонажей, под гуманоидов, пока что, в дженни, дженни, это, вот, Luma Labs, тут очень крутой функционал, по, генерации, видосов, вот, если вы видели, криповые, всякие, штуки, где, генерируется, видео, оно склеивается, там, что-то, морфится, вот, это классный сервис, вот, я панельки генерировал, такие персонажи, вот, советские, штормтрупперы, в общем, тут, довольно, вот, этот сервис, прикольный, но это не про 3D-меши, поэтому мы сейчас это не будем обсуждать, так, где, где, вкладка спалан, посмотрим на, крокодила, киберпанкового, ну, в общем-то, крокодил ок, киберпанковость на любителя, я бы так сказал, ну, ладно, в общем, мучить крокодила, что еще, здесь показать, кит с турбинами, кит с турбинами, чебурашки, да, чебурашка показать, значит, простой чебурашка, вот это мне понравилось, мне кажется, это очень классно, чебурашка из второго сервиса, 3D-i Studio, тоже нечеток, и дальше пойдут разные чебурашки, киберпанковые чебурашки, а здесь, по-моему, сейчас нету функционала, чтобы сделать риг, этому чебурашке, а в меше есть такой функционал, вот, значит, чебурашка sci-fi полицейский, вот, вот это мне вообще прям понравилось, я думаю, он откуда-то это выдернул, вот, попытки какой-то текст сюда запихать, как-то так это выглядит, и вот эти вещи, которые нередко подбешивают, когда оно, геометрия просто сливается, тут какой-то белый цвет, ну, чисто под распечатку на 3D-принтере, так, чебурашки, чебурашка, вот этот полицейский, вот здесь прямо, прямо лайк, конечно, есть тоже вот эти странные рисунки, странные тексты, но, в общем и целом, диффузка прикольная, так, тут много я делал, казашка, ммейница в розовом парике, но, тут основной вывод, что лица, получается, ужасные, лица людей, прямо, это, просто страшилкины, у меня получалось так, возможно, это тоже мои промпты, дурацкие, но, еще часто бывает, что с какого-то одного ракурса лицо выглядит нормально, вот здесь глаз нарисован на волосах, да, ну вот, хорошая иллюстрация, с одного ракурса оно будет смотреться, как хорошо, но, как 3D модель, если мы предполагаем, что она вращается, уже нет, так, все, на редкость ничего не висит, то, что она регенерация, боже, тут у нее даже придется, что, зарисовывать, не знаю, считается это или нет, хотя вот лицо более-менее, но под более-менее тоже, конечно, как сказать, да, как сказать, так, что еще здесь стоило бы показать, чебурашки, ну, а, это вот, кстати, тоже иллюстрация, я хотел вначале найти PBR, PBR-ного персонажа или PBR-ный ассет на Mesh AI, ну, confirm, в общем-то, на мой взгляд, это никак, вот, не особо как, вот, что еще про ригинг можно сказать, да, вроде бы успел показать, что скелет мы подгоняем, скорее всего, хоть алгоритм просто делает авториг, и в целом оно работает, авториг, пошла, вот, и здесь предзаготовленный набор анимаций, что также, наверное, характерно, это что тут анимации, которые даже зациклены с проблемами, ну, то есть, это такой еще функционал, вот, нога будет дергаться, то есть, что залито, то залито, еще, наверное, надо рассказать про Image 2 3D, в общем, ребята там делают очень классные модели, я мало попробовал, я попробовал сегодня несколько картинок, в общем, и тут второй сервис, это 3D AI Studio, как мне показалось, очень выигрывает у Меши, по нескольким примерам, которые я попробовал, значит, вот у меня были картинки, здесь их будет проще, это вот мои парочку рисунков, это матрешка, вечеря, фотка, которая на Камчатке сделал, просто с таким девайсом, сейчас я покажу большой, так, матрешка, такой рисунок, рисунок с рукой, флагом и пальцем вверх в перчатке, и фотка, да, фотка вот с таким сооружением, это для того, чтобы чистить пепел на вулкане, оно мне очень понравилось, я хотел такой сгенерить, но тут нет, конечно, фона чистого, я понимал, что будет плохо, но оно плохо по-разному, то есть, например, Меши вообще не понял, он, я говорю, что это бампер, аттачмент, но он генерирует просто ржавые какие-то конструкции, которые он как будто даже не пытался, вот машины, это остов машины как будто, а вот сервис, который 3D AI Studio, видно, что он пытался, то есть, он попытался как-то передать эту форму, но опять же, могу ошибаться, вот, вечеря получилось и там, и там неплохо, он считал, что фон коричневый, что это складки, как будто это одежда, и вот это мне понравилось, то есть, это хороший, мне кажется, результат, и там, и там, сейчас вторую открою, ну, здесь он больше раскрасил, как была картинка раскрашена, а здесь он даже применил какое-то творчество, вот, про руку, так, зависла, да, вкладка, все, зависла, отвисла, уф, здесь тоже, он по тексту понял, что здесь, но, что он выдал, какое-то имеет отношение, кроме того, что это рука, непонятно, а в то же время, в 3D AI Studio, он выдал, ну, видно, что он постарался, вот, прямо скажем, вот, и тоже интересное различие по матрешке, то есть, здесь он тоже постарался буквально выдать, оцифровать, так сказать, отредешить рисунок, а в то же время, здесь он попытался как-то творчески, то есть, какое-то лицо стало это, ну, в общем, и тоже здесь одно альбедо получается, то есть, это не PBR набор, вот, в общем, да, спасибо за просмотр, как-то попытался свои мысли рассказать, поделиться опытом, может быть, кому-то будет, надеюсь, полезным, оставлю в ссылке этот, инвайт реферальный на Меши, чтобы давали ачивменты мне и насыпали очков, если будете регаться, можете зарегаться через этот линк в описании, делитесь своим опытом, конечно же, какие сервисы вы еще знаете, я постарался найти адекватные сервисы, но, может быть, я пропустил какой-то самый крутой генератор, вот, пишите в комментариях, что вы думаете, конечно же, подписывайтесь на канал, где мы с товарищами ведем разработку видеоигры и делимся новостями, так, есть ли у меня здесь промо какое-нибудь, сейчас, промо-картинка, еще, блин, промо-картинки это и нету, да, есть такая картинка, в общем-то, ладно, ссылочка будет в описании, телеграм-канал Тестостерон геймдеп, вот, всем хороших оценок, школе, хорошей жизни, крепкого здоровья, пока!